Ты работаешь переводчиком с персидского. Я во сне разговариваю на русском. И что тебя здесь больше всего удивило? В метро бабушка наорала, говорит, твоя карта не работает. Что сказали на это твои родители? Издевались, конечно. Россию и Иран очень часто сравнивают. Это же все пропаганда. Как у тебя строились отношения с русскими девушками? Я очень рад, что вот до этого я дошел. Это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахова. На своем канале я беру интервью у иностранцев. Эти люди родились и выросли в разных странах. Но выбрали жизнь здесь, в России. Он вступал уже в столице. Увлекается углубленным изучением культуры и истории России. Признается, что труднее всего ему даются народные сказки, буква «Ы» и характер русских женщин. Хусейн, привет! Привет! Спасибо тебе большое, что приехал сегодня ко мне в студию. Ты родом из Ирана. Предлагаю начать все по порядку. Ты учился в школе и выбрал русский язык как второй язык. Почему? Смотри, я после школы, для того, чтобы поступить в университет, у меня несколько выборов было. Мне надо было то ли... Я хотел стать айтишником или переводчиком. Мне важно было учиться в самом хорошем университете Ирана. Это Тегеранский университет. Я выбрал, у нас такая система, что и можно два направления выбрать. Инженер я выбрал в этом университете и переводчик. И в общем, я поступил в этот университет на переводчик русского языка. И моя любовь к русскому языку началась ненавистью. Я могу рассказать позже, как это случилось. Потому что я пошел в этот университет, и у меня очень хороший английский был. Я не привык к такому языку, потому что мне очень сложно было произнести букву «ы», который очень сложно мне было. «Мы» и я шесть месяцев не смог привыкать. И я до того времени постоянно общался на английском с друзьями. Я решил не заниматься русским языком и до сессии у нас было такое правило, что в университете, если ты не сдашь экзамены, тогда надо еще год ждать. И как бы сессия началась, и моя одногруппница мне шпаргалку дала. И я получил минималку, тройку, скажем так. В Иране другая система оценок, скажем так. И я себе после того времени обещал, что если я сдам, вот так, я буду самый лучший студент нашей группы и нашего университета. Вот так и вышло. Я два года постоянно занимался русским языком. И в библиотеке, в выставках, с русскими начал общаться. И меня выбрали как лучший студент. ВУЗа. И мне подарили поездку в Россию. И я был приводчиком с ректором. То есть ты влюбился в Россию и решил перевестись сюда в университет. Что сказали на это твои родители? Мои родители абсолютно никогда меня не заставляют. Они сказали, сделай то, что надо, и то, что ты считаешь правильным. И, соответственно, я сказал, что я хочу поехать в Россию. Они сказали, хорошо, мы поддерживаем. Это твое будущее. И все. И вот ты переехал в Россию, стал студентом. И что тебя здесь больше всего удивило? Здесь еще был маленький период, что я постепенно переехал в Россию. Потому что после первой поездки я еще на три месяца сам своими деньгами приехал в Россию. Просто ознакомиться. Вот это второй год. Летом я приехал. И у меня друзья здесь уже появились и были. И я помню, что мне хорошо в России, я могу жить, я дружу с людьми, я работаю. И третий год уже я приехал сюда работать. Не жить еще, а я работал. Я работал тургидом довольно долго, 4-5 месяцев. И я помню, что я еще могу зарабатывать здесь. Ну, как бы, мои знания, русский язык. Я уже больше знал о России. У меня был курс о том, как бы, о культуре в России, об истории в России. Соответственно, я работал, зарабатывал деньги. И после того я переехал в Россию. А как тебе вообще? Вот ты говоришь, у меня появились друзья. А как тебе вообще русские, то есть вот в плане дружелюбности? Дружные люди, несложные люди, по-моему. А если человек переедет в Иран, ему будет сложнее подружиться с кем-то? Нет, нет. В Иране иностранцев здесь, в России, из-за того, что очень много иностранцев, как бы, иностранец, ну, окей. А в Иране очень сильно любят иностранцев. Ты знаешь, Россию и Иран очень часто сравнивают, особенно после того, как на Россию наложили очень много санкций. На твой взгляд вообще, то, в какой ситуации находится Иран, и то, в какой ситуации находится Россия, вообще можно сравнивать эти два государства? Я скажу так, у Ирана больше опыта в этом все. Почему? Потому что Иран под санкцией где-то 40 лет. И люди, когда санкции ведут, начинают думать, нам не дадут вот этот товар, вот эту технологию. Почему бы нет? Мы сами это все делаем. В Иране люди так делали, начали работать, начали, как бы, придумать, как по-своему технологию иметь, вот этот товар иметь, создать. Соответственно, сейчас в России немножко, ну, не так, как бы, долго прошло, но очень хорошее отношение, очень хорошая сотрудница с Ираном, потому что у нас больше опыта, и Россия, как бы, может воспользоваться моментом и учиться, как это все делать, и воспользоваться опытом Ирана. Я так считаю. А после начала специальной военной операции у тебя не было желания вернуться обратно в Иран? Нет, почему? Ну, как бы, у любого государства есть свои интересы, и, ну, как бы, соответственно, государство делает то, что в его выгоду и в стороны своих интересов. Соответственно, я живу, живу, как жил. Это же не касается меня. Хусейн, ну, знаешь, вот мы уже затронули с тобой тему по поводу того, насколько похожи Иран и Россия, но я хочу еще узнать, насколько ты успел узнать нашу русскую душу. Я знаю, что в Иране тоже очень верят в приметы. Я предлагаю тебе узнать, угадать, точнее, наши приметы. Они известны в Иране и у нас, но только обозначают разное. Ты готов? Давай. Итак, если в Иране кто-то чихнул рядом, то это значит, что нужно остановиться и чуть-чуть подождать. Правильно? Да, это терпение такое. Что это означает в России? Первое. Последняя сказанная фраза – это правда. Второе. В компании плохо о вас отзываются. И третье. Нужно постучать по дереву, чтобы избежать сглаза. Я думаю, это правда. Правильно. А знаешь, почему? Почему? Не знаю, нет. Ну, вообще, изначально на Руси считалось, что когда человек чихает, он делает вот такое движение головой, и вроде как бы, да, действительно, правда. А с 11 века стали считать, что когда человек чихает, то это что-то извне подсказывает ему, что действительно то, что он сказал, правда. Интересно. Итак, чтобы избежать сглаза в Иране, принято сжигать семена травы руты или окуривать пространство. Все правильно, да? Как защищаются от сглаза в России? Читают заклинания, когда подозревают сглаз, носят булавку на внутренней стороне одежды или носят красную ниточку на запястье? Булавку. Правильно. Откуда ты знаешь? Это интересная история, потому что мне такое делать. Так, расскажи подробнее. Ну, вот так вот. В одно время я просто вот ничего, я не знаю вот как, я стал много как бы заболеть. И как бы с кем я общался, мне вот булавку сделали. А знаешь вообще, откуда это пошло? Считается, что булавка, благодаря своей спиралевидной форме, она как бы накапливает этот негатив, то есть получает, точнее, забирает на себя этот негатив и вот в себе его держит. И уходит. Да, то есть на человека ничего не попадает. У тебя даже опыт есть, посмотри, это круто. Так, еще одна русская примета. Что нужно делать, если на глазу у твоего друга выскочил ячмень? Итак, первый вариант. Плюнуть в глаз. Второй вариант. Ударить в глаз. И третий вариант. Не общаться с ним два дня. Наверное, ударить. Я представляю, если у тебя бы выскочил ячмень, и какой-то друг тебя ударил. То ли плюнуть, то ли ударить. А между ними, я думаю... Ударить. Нет, нет, плюнуть это более подходящий вариант. Плюнуть. Знаешь, почему? Ну, в России есть несколько приметов с тем, что надо плюнуть вот слева там. Так и есть. У нас действительно много примет, когда нужно плюнуть именно с левой стороны. И если плюнуть человеку, у которого выскочил ячмень, то ячмень проходит. Никогда такого не было. И вот опять, что называется. Хусейн, хочу поговорить с тобой немного о работе. Ты работаешь переводчиком из персидского. И это достаточно редкий язык в России. Все-таки, я думаю, что им не так часто пользуются. Хотя в последнее время, наверное, все больше и больше. Насколько вообще востребована твоя профессия? Сейчас уже очень востребована была настала. Из-за того, что после всего этого санкции отношения с каждого дня развиваются и развиваются. И я вижу, что у многих компаний вот такие требования. Не только вот. Даже русские начали учить наш язык в России. Ну, это радует меня. И не только потому, что русские любят историю Ирана. И, соответственно, путешествуют, приедут обратно. И им интересно. Соответственно, это все развивается. А где вообще переводчик может больше заработать? В России или в Иране? Это зависит от человека, по-моему. Здесь, в России, может, ты больше денег зарабатываешь, но здесь другие расходы. Соответственно, абсолютно, по-моему, это лично зависит от человека. И в Иране можно хорошо зарабатывать, и там. Главное, что в своей сфере быть лучше. А какие профессии вообще наиболее востребованы? У нас? В Иране? То, что связано с, ну, не знаю, инженер, наверное. Наверное, медицина. В Иране очень хорошая медицина. Вот назову вот эти два профессии. А какие ты здесь вообще возможности для себя увидел? Мне, из-за того, что я хорошо, как бы, увлекался культурой, и я начал учить и культуру, и историю, мне очень, как бы, легко было общаться с людьми. Это для меня очень важно. И я с людьми могу общаться, я с людьми могу найти общий язык. Это для меня самое важное. И я везде могу вот поговорить с людьми. Это для меня самое важное было. И я себя чужим, короче говоря, не чувствую в России. А ты считаешь себя обрусевшим? Я обрусевший, да. Да, потому что мне снится даже все на русском. Я во сне разговариваю на русском. Я думаю, вот мышление у меня уже все по-русски. Россию и Иран в условиях санкций теперь сравнивают в разы чаще. При этом экономика нашей страны по-прежнему стабильна. На данный момент продолжает действовать государственная программа импортозамещения, развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности, запущенная еще в 2014 году. На реализацию проекта ежегодно выделяются миллиарды рублей. К началу 2022 года эффективно налаженное производство позволило полностью обеспечить население качественным мясом, рыбой, зерном и другими товарами. Ну, раз мы уже начали сравнивать с тобой наши страны, я предлагаю продолжить. Вот, например, у меня одна подруга очень хочет поехать в Иран, но боится. Потому что все говорят о том, что женщине одной небезопасно путешествовать по Ирану. Это вообще так? Абсолютно не так. В Иране... Это же все пропаганда. Это же пропаганда. И абсолютно не так. Потому что показывает тебе то, чего не действует, не существует. И у нас все безопасно. Женщина спокойно ходит на работу, живет. И такого нет. Передай ей, что не боялась. А что с женской одеждой вообще? До революции женщины могли ходить в коротких юбках и сняли хиджабы, насколько мне известно. А сейчас? И тогда были религиознее тот факт, что и тогда все было таким образом, что и женщины носили хиджаб, и кто не хотел, не носили. Сейчас это дресс-код, во-первых. Во-вторых, закон государства, что женщина должна иметь хиджаб, платок и не короткий кардиган. Соответственно, кто как хочет одевается, но вот этот дресс-код надо соблюдать. Вот если, например, девушка приедет в Иран и будет ходить в короткой юбке без хиджаба, что они подумают? Без нельзя. Надо иметь платок. А как думают? Я не знаю, люди... Зачем думать о том, что тебя не касается? Я так считаю, что у каждого человека есть свой выбор. Только надо соблюдать законы. Ну, если говорить о законах, Иран уже достаточно давно находится под санкциями. И, насколько я понимаю, у вас нет большинства западных брендов, типа Zara или Starbucks. Как люди вообще обходят эти законы? Я тебе отвечаю. После того, как все вот это началось, люди начали придумать свое. У нас есть свои, вот, например, студии, где вот можно посмотреть очень много разных одежд. И там даже круче. И вот это, наоборот, такая мощная страна. Потому что иностранец приедет и видит, что, ладно, Zara нет. Не знаю, вот, других западных брендов нет. Соответственно, есть местные. Люди очень красивые, всякие свои придумали. И я, как человек, который занимался туризмом и слежу за новостями, я вижу, что иностранцам очень нравится, наоборот. И в люксовых, и в нелюксовых все люди придумали свое. И есть. И еще из Запада все-таки перевозят. Конечно, маленькое количество, но есть. Из Дубая, наверное, больше всего привозят. Ну, не только, да. Наверное, из Дубая, потому что поближе к нам. А так есть, да. Только маленькое количество. А если, например, говорить об аренде, насколько просто ты в Москве снял квартиру? Я так понимаю, что в Тегеране с этим достаточно большая проблема. Там какая-то система очень похожая на корейскую. То есть там какой-то очень большой депозит тебе нужно внести. Так это или нет? Расскажи подробнее. Да, аренда в Иране немножко отличается, потому что есть две системы. Значит, то ли у тебя большая сумма, и за аренду оплачиваешь каждый месяц. Чем больше у тебя вот этот депозит, этот залог, тем меньше ты оплачиваешь ежемесячно. Если у тебя не хватает, тогда тебе предлагают, что то ли не дадим тебе квартиры, то ли ты должен заплатить больше ежемесячно. Вот такая система. Или вторая, у тебя достаточно вот этот большой залог, ты оставишь, и все, ты не оплачиваешь. Это из-за чего? Из-за того, что человек с этими деньгами то ли имеет, ну как бы год у владельца будет время заниматься своим бизнесом, этими деньгами, или в банк свой процент, пожалуйста. И он имеет из этих денег свой процент и живет. А есть какие-то вообще ипотечные программы? Насколько это дорого, дешево для населения вообще? Ипотечные программы тоже есть. И в зависимости от того, что новостройка или не новостройка, ну почти не похоже на московскую систему. Ну, там, если у тебя поручители, или поручатели, тогда тебе надо иметь два поручителя, и пойдешь в банк, и, соответственно, одобрят тебе какую-то сумму на 30 лет, и все, ты можешь брать ипотеку. Многие люди вообще берут ипотеку и пользуются этой программой? Наверное, да, но не всем как бы дадут. А так, да, в зависимости от того, что у тебя какая работа. Ну, почти как в Москве. А я правильно понимаю, что в Иране существуют две валюты, причем одна старая, а вторая новая, но вы используете их две параллельно? Честно говоря, да, но я думаю, что Реал, я так скажу, Реал — это официальный вариант, а Туман — это который, ну, люди пользуются. Значит, очень все, схема очень просто. Один-ноль убираешь, убираешь, будет Туман. Один-ноль добавишь, будет Реал, и все. А в магазине в Туманах? Туман, туман, все в Туманах. Например, вот эти чипсы стоят, не знаю, 100 тысяч Туманов, и все. Или 10 тысяч Реалов? 100 тысяч Туманов. А, это миллион Реалов. Миллион Реалов. Я запуталась. Плюс ноль, и все. А еще я знаю, что в Иране девушки очень любят делать операцию на лицо и ставить виниры, потому что лицо всегда открыто. И это считается, если ты сделал операцию, поставил себе виниру, ты очень богатый человек. Причем люди не стесняются говорить даже о том, что они сделали себе операцию. Откуда вообще такая любовь к пластике? Я не знаю. Я так отвечаю. Где запрещают тебе что-то не делать, тебе больше хочется это делать. Соответственно, там нет заперто. Просто из-за того, что, наверное, из-за того, что дресс-код есть, соответственно, больше интерес к этому, к операции. Но у меня есть и противоречия. В Америке такого нет, но у них тоже очень много операций. Соответственно, это не четкий мой ответ, но, наверное, так. Потому что в любом случае девушки любят, что их ценили. Это делать для того, чтобы быть красивой. А вообще многие из твоих друзей переехали в Россию? У меня много друзей иранцев, которые здесь живут и довольно долго. И из которых после меня только один приехал. Потому что мы все любим Россию, но Россия как бы... В России в любом случае мало иностранцев по сравнению с другими странами. Две причины. Язык? Сложно. Реально. Не все могут привыкать выучить язык наш русский. Мне нравится, что ты говоришь наш русский. И климат, конечно. Потому что не все могут привыкать к этому климату. Сложно. Холодно. У тебя четырехсезонная страна. Все на месте. Весна, лето, осень. Зима. Все как полагается. А тут зима и зима. А что с русским языком? Почему иранцам сложно его выучить? Я как лингвист и переводчик могу объяснить. Из-за того, что есть языки склоняемые, есть языки несклоняемые. Склоняемые как русский, французский, немецкий и так далее. Несклоняемые. Это японский, это китайский. Из склоняемых русский самый сложный. Потому что очень много исключений. Вот эти падежи. Вот это все реально сложно. И, наверное, другая система. Другая грамматика у нас. У нас попроще все равно. Есть, например, много времен в персидском. Но вот это все падежи, исключений нет. Поэтому человек затрудняется, конечно. Я не знаю, как я выучил. Ну, спустя, наверное, 8-9 лет я уже могу себя считать человеком, который нормально говорит по-русски. Не знаю, это другие цены. А что там с буквой «ы»? Сложно было произнести, конечно. Потому что у нас есть другие буквы, которые вы не сможете произнести. Например, буква «г» — это как во французском. А у вас есть буква «ы» — «мы». Я помню, что возле зеркала у меня сначала получилось как «ми». А потом вот «мы», «мы», «мы» — сколько повторил, что получилось. Это неосознанно. Это надо жить. Это надо обратить внимание. Надо что-то себе исправили. Меня очень много исправили. Раньше, ну, первые годы. Издевались, конечно. Я был в России, я не смог передать, что я хочу. Я помню, что в метро бабушка наорала, говорит, «Твоя карта не работает, иди там». Я не знаю, а я ничего не понял. Потому что у меня не тот уровень был, конечно. А сейчас я абсолютно все понимаю. Я очень рад, что вот до этого я дошел. Русские просто так с тобой не общаются. А с тобой сначала как бы чуть-чуть знакомятся, рассматривают, анализируют вариант, какой ты, и потом потихонечку ближе к тебе. А восточные люди сразу с тобой были, наверное, в Турции, конечно. Они сразу «Салам, иди сюда, возьми мороженое» и так далее. А русские не такие люди. Они постепенно. А как тебе русская еда? Может, тебе не хватает, не знаю, специй, например? Знаешь, я человек, который любит как бы есть. И не такой я сложный, я все люблю. Но в русской кухне есть, которые мне как бы равнодушны. А так я люблю. А что любишь? Наверное, бифстрога. Да. Или пюрешка по-русски. Селедку. Думаешь, я не просто так заговорила о еде. Предлагаю перекусить нам немного. Давай. Ты готов? Я же люблю есть. Да-да-да. В этом сезоне я угощаю всех своих гостей традиционными русскими блюдами. И стараюсь их удивить. Хусейн, ты готов удивиться? Давай. Отлично. Надевай маску. Так, класс. Не подсматривай. Давай правую руку. Ты правша или левша? Правша. Отлично. Держи ложку. Давай левую руку. Держи тарелку. Сейчас. Давай. А мне куда? Давай, все, попадешь. Давай, отлично, давай. Ой. Это что-то очень знакомое. Попробуй еще. Расскажи, как тебе на вкус, что чувствуешь? О, мне это нравится. Это икра. Какая? С баклажаном и с тыквой. Правильно? Ну, практически. Я смотрю, тебе очень понравилось. Я просто давно не ел. Ты можешь снять маску, посмотреть. Узнаешь? Икра. Кабачковая. Вот, кабачковая. Я же говорю, с баклажаном. А, я сказал тыква, да? Я перепутал слово. Да, да, да. У вас же есть баклажанная икра. Да, да. И кабачковая, это как раз-таки была пародия, вот ту самую арабскую баклажанную икру. И особенно она получила популярность после фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где ее называли заморской, как раз-таки, импортной заморской икру. Хусейн, хочу поговорить с тобой немного о личном. Ты приехал в Москву в 23 года в первый раз. Ну, то есть это такой возраст, когда можно тусить, развлекаться. Расскажи вообще, как у тебя строились отношения с русскими девушками. Что-то тебя удивляло в нас или нет? Да, конечно. Ну, во-первых, зависит от человека. Во-вторых, зависит от менталитета. У русских девушек другой менталитет. Они есть, наверное, ласковые. Но у них, они посерьезнее, чем другие девочки. У них немножко отношение к парню, особенно если иностранец, отличается. И это, как бы, во-первых, у меня раньше сложности с языком были. А сейчас уже нет. Но большая проблема не язык, по-моему, это вот этот менталитет. А русскую душу, я так тебе скажу, только русский человек может понять. Иранская женщина, наверное, капризная, больше капризная, чем русская. А всякие церемонии у иранской девушки, наверное. А у русских нет такого. А русские девушки, наверное, строки, по-моему, строки по сравнению с иранской. А можешь на каком-то примере объяснить? Например, отношение, как бы, мужчин к женщинам. В любом случае, ты быстро не найдешь общий язык. Другие интересы у русских девушек. А какие у нас интересы? Есть представление, что, как бы, быстро не дружишь с ними, а просто побыли вместе и ушли, разошлись. У других, у восточных, как бы, немножко вот этот перспектив дальше тянется. А у русских бывает, что побыли вместе, погуляли и все, разошлись. Вот это очень сильно отличается. Не могу здесь с тобой не согласиться. Знаешь, у меня недавно, мы сидели с подругой, она говорит, она встречалась с иностранцем. И говорит, ты знаешь, самое удивительное, что я ему не могу объяснить на английском, что я устала и хочу на ручки. Ну, то есть, дословно я могу это перевести, но вот этого эмоционального потекста, что я устала и хочу на ручки, вот не получается. И поэтому действительно такой, именно в менталитете проблема. Есть вещи, которые из детства, как бы, люди, людей воспитывали. Они жили с детства до определенного времени, до какого-то возраста. И это ты не можешь выучить. Я не могу вот русские сказки, которые вот у тебя в детстве было, выучить. Потому что я в другой стране родился. Я очень хорошо знаю культуру, но вот углубляться это очень сложно. И поэтому говорят, если хочешь, то твой сын, твоя дочь очень хорошо знал тот язык, тот менталитет, надо прямо с детства, чтобы они были и жили в той стране, в той иной стране. Хосейн, у меня осталось три вопроса, которые я задаю каждому своему гостю. Постарайся, пожалуйста, отвечать максимально коротко. Главный стереотип иностранца России? Холод, погода, климат. Что для тебя патриотизм? Патриотизм для меня это любить людей. В независимости от того, кто они. Три главных качества русской души. Добрые, без церемоний и небыстро привыкающие к людям. Описывай. Спасибо тебе большое за сегодняшнее интервью. Мне кажется, было круто. Спасибо тебе тоже большое. Это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. И помните, хорошо там, где мы есть.